16-летняя Виталина Баранова 6 лет назад впервые взяла штурмовку в руки. Знакомца с пожарно-спасательным спортом, признается, получилось банальным. От школы отправили на соревнования. Там-то опытные тренеры и разглядели в девочке матерого бойца. Это очень интересно, захватывающе как-то, потому что высота все-таки. Ну, нет никакого страха. Ну, сам спорт привлекает, потому что много различных дисциплин, соревнования. Большинство проходит и областные, и международные, и чемпионаты мира. Делится пожарно-спасательный спорт на три возрастные группы. Младшая, средняя и старшая. Дисциплины на выбор. Боевое развертывание, эстафета 4 по 100, подъем по штурмовой лестнице. Самая зрелищная дисциплина – 100-метровка. Сначала спортсмен преодолевает препятствия, затем развертывает рукава, соединяет их со столом и финиширует главные критерии – точность и время. Тренер Руслан Андреев признается, отбор делают, анализируя физические данные. Нагрузка все-таки большая. Выдержит далеко не каждый. Сентябрь – начало учебного года. Время набора новых ребят. Тренировки проходят у нас ежедневно. Для тех, кто ходит в первую смену в школу, у нас тренировки в 17.30 начинаются. Те дети, которые занимаются вторую смену в школе, тренировки начинаются в 8.30. На нашей базе пожарно-аварийно-спасательная часть пожарно-аварийно-спасательного отряда номер 7. Хорошим стимулом для юных спасателей служат поездки на различные топ-турниры. Для тех, кто хочет связать свою жизнь с пожарным делом, занятия спортом и высокие результаты – большой плюс при поступлении в высшие учебные заведения МЧС. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.